Всем привет, вы на канале Вульфи Нитридж. Сегодня мы играем в Трон Либерти и это первое видео с обзором обновления. Пока я честно не понимаю, где что пишут. Некоторую информацию я слышу от других игроков и этого нет на сайте. Где они эту информацию берут? ХЗ. Поэтому пока первый, так сказать, пилотный выпуск обзора обновления у нас будет в следующем формате. Все, что есть на сайте, все, что я узнала, все, что я смогла раз этот самый. Обновления прошли сегодня, но уже вчера у нас была часть информации, сегодня нам дали остальную часть информации. И может быть, чего-то тут не хватает, но, как говорится, разберем то, что есть. Для начала давайте поговорим о том, что сделали с дропом. То есть они вот нам выложили вот такую новость, в которой рассказали, как распределяется дроп. И этот дроп касается как мобов, так и боссов. Боссов распределили по пвп-боссам и пве-боссам. Начнем с мобов. По мобам смотри, что написано. Добыча достается игроку, который первый ударил. То есть когда ты бегаешь, загреваешь мобов, а потом кто-то другой добивает дроп весь тебе. Если вы в группе, то у вас есть равномерный шанс собрать дроп, который возможен с этого моба. Саланты и опыт распределяются равномерно. В принципе по мобам вопросов нету и вроде бы как это все было логично и понятно. Что касаемо полевых и архи-боссов, то есть обычных мировых и архи. Они делятся на мирных и на пвп-боссов. С мирных все работает следующим образом. Тебе для начала нужно набить 3% шанса... Точнее 3% урона. То есть условно у босса миллион хп. И тебе нужно нанести урона равное 3% от этого хп. На мирных боссах, как я поняла, не работает коллективный вклад. То есть исключительно твой вклад. Когда ты находишься в группе с кем-то, то работают бафы команды, работают дебафы команды. То есть по сути вы друг другу как бы даете буст, но с другой стороны вы же друг другу и конкуренты. По поводу хилов, по поводу танкования нет никакой информации. Но в европейском видосе паренек один снял видос, в котором рассуждал на эту тему, что, во-первых, хил считается каким-то макаром. Тоже считается как вклад и 3% от вклада. Хил тоже не знаю, по какой формуле будут высчитываться. Но по поводу танков нет никакой информации. То есть теперь я как паладин официально заявляю. Я буду теперь ходить как хил. То есть танковать я больше не буду, сблизи бить не буду. Буду просто стоять всех хилить. Все. Это касаемо ПВЕ боссов. И здесь смотри. Есть выпадение за вклад и есть случайное выпадение. Случайное выпадение, я так понимаю, вообще рандомно. То есть вот можно даже не внести 3% шанса. Потому что видишь, если вы выполнили минимальное требование по вкладу, то вы получаете меч или маску. Вот. А про ботинки ничего не сказано. Но, если ты получил ботинки... А, вот, подожди. Так, которые выполнили минимальное... Будут иметь равные шансы получить сапоги независимо от общего вклада. Вот, видишь? Хотя минимальное требование по вкладу. Любой игрок, который получает эпическое снаряжение, не может получить второе. То есть ты можешь получить либо рандомный дроп, эпический какой-то крутой. Либо тот, который за вклад положен тебе. Но опять-таки тоже это не стопроцентное. Саланты только и опыт делится на всех. А что касаемо ПВП боссов, то тут история немножко другая. Во-первых, когда ты умираешь от другого игрока. Тут написано смерть от других врага или другого игрока во время битвы с боссом. Ты теряешь 70% индивидуального вклада. Но 30% остается. И когда вы идете к гильдии, то ваш вклад суммируется внутри гильдии. То есть, условно, каждый там по чуть-чуть, по чуть-чуть напулял. Все это в кучу складывается. И дальше уже идет общий процент, по которому распределяется награда. Но опять-таки, даже если у вас много урона, не значит, что вам что-то выпадет. Мы вот на архибосса сходили. Нам почти никто не мешал. На три гильдии мы выбили... Мы конкретно выбили аж четверо штанов. И на три гильдии всего одна архипушка. То есть, тоже такое, знаешь, как повезет. Это все зависит уже от рандома. Вот. Но при этом, при этом, когда, если твоя гильдия получает какой-то дроп, то этот дроп, на этот дроп все, кто участвовали в фарме, имеют равные шансы получить. Но в нашей гильдии пвп-дроп идет на дкп с аукцион. Поэтому, в принципе, нам все равно, кто получит. Мы в любом случае будем этот предмет продавать потом за дкп. А вот с мирного, например, раздается. Обычно, кто выбил, тот и забирает. Собственно, это нам либо объяснили, как это работает, либо это вступило в силу. Я не знаю. Но вот так теперь работает распределение. Что касаемо патчноута, который сегодня нам, да, показали. Вот были профработы, два часа всего лишь. Почему-то так мало. Ну, вот так вот. Выкатили статистику. И смотри, 103 миллиона часов было наиграно. Мы посчитали, что это 111 или 110 тысяч человек сидели круглосуточно с момента запуска игры. Такая вот статистика. Самый убийственный босс это Малакар. Ну, тут понятно. Маракай почему-то и Талус. Талус тоже, понятно, там у него есть механика. А у Маракая, я, честно говоря, не вспомню, чтобы он был очень сложным. Ну, в общем, такая статистика это сколько Малакар убил людей. Сколько мобов по-наубивали, да, сколько игроков 50 уровня точно есть. Значит, сколько квестов выполнено, сколько контрактов гильдийных. Точнее, просто сколько контрактов. Ну, это, наверное, контракты, ну да, которые по 5 штук в день нам дают по 10. Сколько пвп киллов сделано. То есть, понимаешь, вот такая вот статистика, да. Кстати, по поводу гильдий, если вдруг кто-то хочет играть активно в пвп-сообществе, то у нас есть сообщество Дзен. В описании к видео будет ссылочка на Дискорд. Заходишь, смотришь по составам, какие есть требования, на каких серверах мы играем. И подаешь заявочку. Все, а там дальше разберемся. А Нитрич конкретно ищет Ванда Даггера или же Даггера Лука. Вот, 3000 плюс ГЭСа. Все, просто дала информацию, живите с этим как хотите. И главная новость, которую нам сегодня объявили, это то, что 17-го числа ноября осада первая. Первая осада. Что это значит? Это значит, что те, кто сейчас владеют замками, должны будут назначить доставку налогов. И эту доставку налогов будет осуществлять какой-то игрок, который превращается в голема и несет эти бабки. Я так понимаю, все остальные на сервере пытаются эти бабки у него скоммунистить. Саланты и люценты. То есть там не только люценты, не только саланта, а и то, и то. И вот процесс вот этого несения очень любопытный. Я думаю, что если получится, то будет снят видос. Если получится, может быть, Нитрич даже будет стримить, как они делают... Как они делают... Нет, кстати, не только КЛ может нести, а тут написано, что любой игрок может, я так поняла, назначить КЛ может и отнести. Вот. Но я же стримить не буду это. А ты, может быть, постримишь? Что ты споришь со мной? Вот. И после чего? После того, как денежки будут донесены в казну, будет осада на 45 минут. И тут начинается самое интересное. Есть карта города. Это как он? Стонгард кастл. Так? В нем там есть куча точек. Первые, самые верхние точки, эти точки отвечают за призыв голема. Их нужно отдефать, чтобы люди не смогли их занять. Это если ты защищаешься, да? Если ты отакуешься, тебе, соответственно, надо эти точки захватить, чтобы призвать големов. Потом внутри замка есть точки, которые можно ограбить. Вот. По чуть-чуть, так сказать, высосать люцентов и салантов из казны. И это все происходит 45 минут. И это помимо того, что можно еще перекастовать замок. Но с кастом замка тоже там интересная механика. Глава гильдии становится большущим-пребольшущим големом. И чем больше людей внутри тронки, тем сильнее этот голем. И он там раздает, раздает. Короче, то, что мне понарассказывали, то очень необычное мероприятие. Так что 17-го числа, если вдруг вы играете в PvP-контент, то у вас есть такая возможность поучаствовать на своем сервере. Либо вступайте к нам, будете с нами участвовать. Все, собственно, больше нам ничего разработчики не рассказали, не показали. В новостях есть еще реклама этого боевого пропуска. С очень интересной внешкой, довольно странной, нетипичной, я бы сказала, для этой игры. Но, как говорится, разработчикам виднее, что им добавлять. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Приходите на стримы по вечерам. Нитрич стримит все разное. Там PvP, боссов, фармит, данжики. В общем, занимается разными нужными вещами и не очень нужными. Постараюсь выкладывать такие обзоры обновлений. Но, если вдруг вы знаете, где кроме вот этой новостной ленты можно еще чекать. Потому что в Дискорде я ничего не нашла. В X тоже ничего не нашла. Только здесь. Вот. Скидывайте, пожалуйста, мне информацию в личку. Все. Всех... Всем желаю хорошего фарма, веселой игры. И до встречи в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok